Дает информацию о словах. Вот в чем их принципиальное различие. Толковый словарь описывает, как люди понимают слово, а энциклопедия описывает, какие понятия стоят за словами. Соответственно, если пять синонимов, то в толковом словаре пять словарных статей, а в энциклопедии одна словарная статья, потому что это одно понятие. Ясно? Что еще их различает? В энциклопедии информация дается развернута, но при этом это всегда информация неисчерпывающая, и она желательно, а чаще всего так и бывает, она авторская. Поясняю все три вещи. Развернута. Явление действительности описывается с разных сторон, с существенных разных сторон. Неисчерпывающая. Информацию о явлении действительности в принципе невозможно исчерпать. Ее всегда можно добавлять, добавлять, изучать дальше. Она будет добавляться. Список литературы в конце энциклопедической статьи и говорит о том, что здесь не все, что можно еще читать. Почему она авторская? Физик может написать хорошее энциклопедическое слово по филологии? Да может, и филолог может по физике, я вас уверяю. Более того, так даже иногда бывает. Но потом кто читать будет вопрос? Потому что пока вещь идет об общении, о компиляции. Любой исследователь может написать нормальную энциклопедию. Но как только речь идет о спорной проблеме науки, а внутри наук этих спорных проблем очень много, так сразу же нам нужно, чтобы кто-то авторитетный в этой науке разрешал и описывал этот спор. Потому что если физик будет описывать споры в филологии, то он будет говорить что-то вроде вообще не понимая, о чем они там разговаривают. И примерно так же будет говорить филолог о физике. Он будет, если он искренне, он будет говорить, я совершенно не понимаю, о чем они разговаривают, о чем суть проблемы. То есть это будет плохая энциклопедия. Потому что автор в энциклопедии может и ошибаться, но это должен быть авторитетный автор, и я сошлюсь на него и скажу, что он так считает, и потом докажу, почему он не прав. Но если я кому-то скажу, я считаю, что филолог такой-то не прав в таком-то вопросе по физике, то это же смешно, этот, не только как. Вот почему она авторская. Нужно авторитетное мнение. Информация в долговом словаре. Она всегда сжатая. Это требование долгового словаря. Давай сжатую информацию. Она обязательно исчерпывающая, иначе окажется, что слова недостаточны, плохо работают. И она не авторская в том смысле, что слова не принадлежат этим составителям. Кто такой составитель словаря? Это человек, который умеет изучать, как люди понимают слова, и умеет так формулировать значения, чтобы обобщать эти индивидуальные представления в некотором сжатом определении. То есть это специалисты по изучению слов и формулировкам. В этом смысле есть автор у долгового словаря, но в большинстве случаев считается, что это не авторская информация словарная, что это информация обобщенной представлении. Конечно, есть авторские лингвистические словари, обычно они связаны с какой-то сложной, собственной концепцией описания значения слов. И такие словари существуют, например, в словаре под редакцией Абрисяна, интегральный словарь русского языка, где языком семантических примитивов разложена лексика русского языка. Читать этот словарь может специалист, а не специалист может порадоваться, полистав его и тоже почитав, что надо же, какие забавные что-то бывают в жизни. Вот, понятные вещи. Теперь отличаем справочник. Справочник — это не только словарь, но здесь важно понимать внутреннее отличие справочника. Справочник дает упорядоченные ответы на повторяющийся вопрос. Справочник дает упорядоченные ответы на повторяющийся вопрос. В этом смысле понятный нам всем лингвистический справочник — это орфографический словарь. У нас один вопрос, как пишутся эти слова и его форма, и их форма. И все взаимы списки ответов. Ничего больше нам не дано. Телефонная книга — это тоже словарь справочник. Там тоже есть один вопрос, на который нам дается ответ упорядоченный. Понятно? Справочники — это очень приятная литература. Она хорошо покупается. Если вы придумаете какие-то справочники, веселые или невеселые, связанные с физикой, где можно упорядочить ответы на повторяющийся вопрос, то вы можете создать покупаемую книгу и что-то на этом заработать, ну хотя бы имя. Потому что... Ну, сам я как-то купил веселый справочник, потом долго думал, куда же его деть, потому что он совершенно не нужен в жизни. Справочник назывался «Самый большой и самый маленький». Ну, я просто зачитал эту книгу, потому что открываешь, и там написано что-нибудь типа «Самый большой тигр такой-то и размеры. Самый маленький тигр такой-то и размеры». Как начинаешь ее стать, только интересно узнаешь. Ну, в общем, я купил, потом думаю, ну куда он? Он вообще никуда не нужен. То есть, по нему ничего толком не узнаешь. Но там правда есть ответы. Самый большой и самый маленький. про очень разные объявления. Ну, так что я не зря говорю, что это покупаемая литература. Ну и я просто физики стесняюсь что-нибудь вам посоветовать сделать в виде справочника, потому что плохо очень знаю вашу дисциплину. Ну, вот сейчас слово «инновация» очень модное. И похоже, кроме физиков, никто не знает, что это такое. Да и физики тоже инновация. Даже инновация. Вот. У вас тут специальность такая есть. То есть вы можете сделать справочник по инновациям и что-то там понаписать. Люди тоже будут покупать справочник по инновациям. Интересно. Полистает тут, а потом тоже будут думать, зачем. Последняя мысль по словарям. Чем перейти к диктанту. Ее писать не надо, надо услышать. Информация энциклопедическая, толковая и справочная, они друг другу не противопоставлены. Они могут и в одном словаре спокойно собраться. Это просто три подхода к подаче информации. Например, слова терминов «любой» это одновременно толковый энциклопедический словарь и справочник. Он толковый, потому что термины — это слова, это информация о словах. Термины — это особый род слов, за каждым из которых стоит конкретное понятие. То есть это и энциклопедия. И это ответ на вопрос предела данной науки, что эти слова значат. Это и справочник. То есть противоречий никакого нет. Это просто векторы, по которым мы воспринимаем информацию, и мы должны улавливать эти вещи. Теперь этих тачек. Нужны двойные листы. Обязательный поля. Кто знает, что даже когда у них и отогнуть можно рисованные, меня не очень волнует. Мне важно, чтобы чистая поля осталась туда.